Сейчас с нами на связи советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте. Доброе утро. Более месяца западные государства угрожали Дамаску вновь применить силу. Белые каски готовили провокацию, чтобы обвинить власти Сирии в химической атаке. Возможно ли в нынешних условиях эскалация ситуации вокруг Идлиба? Эскалация ситуации в Сирии возможна всегда. Пока политического решения этой долгой войны не найдено, то очень многие, к сожалению, будут искать повод насолить тем, кто сейчас добивается хотя бы каких-то успехов в этом сложном, затяжном конфликте. России удалось изменить соотношение сил на фронтах. России удалось добиться того, чтобы многие территории в Сирии были возвращены под контроль правительства этой страны. Но, видимо, кому-то это не нравится. И кому-то в Башингтоне это, очевидно, не нравится. Даже после вчерашних договоренностей Путина и Эрдогана в Сочи насчет провинции Идлиб, можно все-таки все равно с тревогой ожидать, что кто-то будет искать повода для нанесения новых ракетно-бомбовых ударов по Сирии. Хотя, положа руку на сердце, этими договоренностями Эрдоган и Путин сделали так, что нанесение каких-то ударов сейчас по Сирии будет выглядеть и нелепо, и просто преступно. Москва и Дамаск неоднократно напоминали западным партнерам о том, что в Идлибе речь идет о борьбе с терроризмом. Почему же Запад продолжает прикрывать этих террористов? Потому что в той же Америке до сих пор по-разному относятся к экстремистским организациям, действующим на территории Сирии, как и на территории многих других государств. Есть эффект еще с прошлых времен, эффект заигрывания. То есть, когда у некоторых политиканов возникает иллюзия о том, что таких радикалов можно использовать в своих интересах. И использовали, использовали. Хочу напомнить, что даже террористическая организация Аль-Каида была создана в середине 80-х на территории Пакистана для того, чтобы перебрасывать боевиков в Афганистан и противостоять там советскому военному присутствию. И делали это совместно спецслужбы США, Пакистана, Великобритании в тесном сотрудничестве с коллегами из многих арабских стран. Вы сказали, что сейчас удары по Сирии со стороны западной коллекции будут выглядеть довольно глупым решением. Но все-таки Запад продолжает наращивать свое военное присутствие в регионе. Вот как вы можете оценить расстановку сил в Сирии? Все больше территории переходят под контроль правительства. Но террористические атаки случаются, что там и сам. И вылазки экстремистов тоже происходят. Сейчас Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в части провинции Идлиб. Это позволит предупрещать вылазки боевиков на остальные территории Сирии. То есть это очень важное соглашение, которое как раз и позволит снизить накал в Сирии и снизить насилие в этой стране. То, что эту зону будут патрулировать вместе турецкие военные и российская военная полиция, это тоже выглядит очень надежно, поскольку российские военные полицейские отлично себя зарекомендовали в Сирии. И местное население, мне доводилось это слышать от самих сирийцев, местное население отзывается об их работе очень и очень хорошо. Как о своих, тем более, что многие из них выходцы из Северного Кавказа. И наши военные полицейские во многом знают очень хорошо и обычаи, и традиции, и особенности веры местного населения. Это все подкупает и помогает осуществлять эту непростую работу в таких чрезвычайно опасных условиях. Так что есть какое-то движение вперед, но, тем не менее, ситуация остается напряженной, в том числе потому, что западные партнеры, они на самом деле не очень хорошо сотрудничают по тому, чтобы искать мирный выход из этой давнишней, уже давно сложившейся, затянувшейся военной ситуации. Елена Владимировна, спасибо. Напомню, на прямой связи со студией была советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.